Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ, студии прямого эфира Елеман Раймбеков. И сурдоперевод обеспечивает Мараж Мобеков. Смотрите сегодня. Действенная программа. Порядка 60 инфраструктурных объектов реанимируют по программе «Дорожная карта занятости» в Каратальском районе. Сезон открыт. Более 40 тысяч человек ждут нынешним летом на побережье озера Балхаш. Легко и просто, но незаконно. В Талдыкургане стражи порядка задержали любительницу пожить за чужой счет. В Алматинской области назначен новый руководитель Департамента по делам государственной службы. Приказом руководителя аппарата агентства Республик Казахстан эту должность заняла Лязат Бесекулова. Она родилась в 1972 году в Коксулском районе Алматинской области. Имеет три высших образования. Трудовую деятельность начала в 1998 году главным специалистом аппарата Акима города Талдыкурган. В разные годы работала консультантом отдела управления персоналом, а также руководителем отдела государственной службы. Последняя занимаемая должность – заместитель руководителя Департамента по делам государственной службы. Нового руководителя коллективу Департамента официально представил Аким Алматинской области Амандык Баталов. Это большая ответственность – быть руководителем Департамента по делам государственной службы. Для ЗАД вам предстоит проделать огромную, даже колоссальную работу. Пресечь коррупцию, довести ее до минимума, а также работать над улучшением имиджа госслужащего. Вот ваша основная задача. Постарайтесь оправдать возложенное на вас доверие. Вы уже 8 лет в госслужбе. Я более чем уверен, что из вас получится хороший руководитель. Кадровая политика, которая реализуется в общественной службе, в Алматинской области, мы максимально пытаемся уровень держать в лидирующих позициях. Работа Департамента, в принципе, будет продолжена такая же, как и раньше политика, как и у вас. Совместно постоянно работаем с руководителем Аппарата. Все вопросы совместно решаем, регулируем. Так и будем эту работу продолжать. С рабочим визитом в Уйгурский район сегодня прибыл Аким Алматинской области Амандык Баталов. Глава региона встретился с общественностью и выслушал проблемы сельчан. Более детально каждый вопрос Амандык Баталов рассмотрит уже завтра, во время онлайн-приема граждан. Визит Акима области продолжится рабочим объездом, в рамках которого он ознакомится с ходом реализации проектов по программе «Дорожная карта занятости». Порядка 60 инфраструктурных объектов реанимируют по программе «Дорожная карта занятости» в Каратальском районе. На это уже выделено 3 миллиарда 148 миллионов тенге. В числе подлежащих ремонту и реконструкции дворовые территории, дороги, школы продолжит Алексей Цой. Впервые за 37 лет капитально отремонтируют школу имени Пушкина в районном центре города Уштубе. Здание рассчитано на 1100 мест, но аварийное состояние позволяет использование лишь одного блока, где обучались 250 школьников. По «Дорожной карте занятости» на ЕКО «Премонт» выделено 933 миллиона тенге. Особенность госпрограммы в том, что к восстановительным работам привлекается местное население из числа безработных с учетом их специализаций и профессиональных навыков. Здесь по школе будут проводиться замена крыши, ремонт фасада, утепление, замена окон, замена системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, новая блочно-модульная котельная. Утепление у нас будет проводиться теплоизоляционным материалом, мимплитой толщиной 10 миллисантиметров, плотностью 150. Преобразится в Уштубе не только школа. В программу ремонта вошла дворовая площадка в микрорайоне Шанарак. Кроме создания игровой, спортивной и досуговой зон, по проекту предусмотрено полное его благоустройство. Зеленую зону сформируют деревья и кустарники различных пород, в том числе декоративных. Выделено 90 миллионов 678 тысяч тенге. Значит, строительство благоустройства двора началось в мае месяце. По плану должно быть в октябре завершиться, но к концу августа мы завершаем работу по благоустройству. Здесь будет озеленение, посажен будет газон, детские площадки будут, деревья хвойные будут посажены. Соответственно, здесь по программе дорожные карты занятости работают по плану 15, сейчас на сегодняшний день работают 13. Беспрецедентная по размаху строительная и ремонтная кампания развернулась в Балпырском сельском округе. В нем реализуются сразу пять проектов – ремонт двух школ и девяти улиц. По программе дорожная карта занятости в планах обеспечить работой 27 человек. 17 уже работают. На этой дороге, где мы сейчас находимся, пройдет средний ремонт. Только на эту улицу выделено 65 миллионов тенге. Ее протяженность более 2 километров 124 метров. Так, в Каратальском районе, благодаря дорожной карте занятости, решают сразу две проблемы – трудоустройство безработных и обновление социальных объектов. К слову, 400 человек будут трудоустроены через Центр занятости населения. На данный момент ведется активная работа на 36 объектах. Алексей Цоя, Блэй Кутыкбай, Телеканал ЖТСУ, Каратальский район. В помощь бизнесменам по поручению премьер-министра страны продлена отстрочка платежей по кредитам. Заявки об этом банке и второго уровня и кредитной организации принимают уже с 16 июня и в течение 90 дней. Вместе тем добавлена новая мера поддержки бизнеса – рефинансирование банковского займа по льготным условиям. Сколько будет действовать данная помощь от государства и куда обращаться в случае необоснованного отказа – смотрите в следующем материале. Как известно, в целях поддержки малого и среднего бизнеса в период карантина государство приняло решение отсрочить платежи по кредитам до 15 июня 2020 года. Однако сроки прошли, а львиная доля предпринимателей помощь получить не успела. Теперь власти предлагают новые меры государственной поддержки. Это оплата основного долга без начисления процентов просрочки и рефинансирование займов по льготным условиям. Как пояснили в Палате предпринимателей, вид помощи будет рассматриваться индивидуально. При рассмотрении заявки будет учитываться тот сегмент, то есть это либо распределение остаточного долга и вознаграждения на период, на остаток срока, либо он будет пролонгирован и то есть срок удлинен. Фактически все факторы будут влиять на вынесение решения. То есть если предприятие не сегодня-завтра заработает, не сегодня-завтра оно сразу начнет получать доходы, то с учетом этого будет рассматриваться индивидуально. То есть общий порядок он есть, но каждый проект, каждое обращение будет рассматриваться индивидуально в банках второго уровня. Заявки будут приниматься до 15 сентября текущего года. Но отсрочка будет продлеваться, как заверили специалисты Национального банка, до момента улучшения финансового положения предпринимателя. Вместе с тем представители финансового института отметили, в случае необоснованного отказа банками второго уровня, субъекты малого и среднего бизнеса могут обратиться напрямую к ним. В том случае, если кредитная организация будет бездействовать при подаче заявления субъекта малого и среднего предпринимательства, любой субъект малого и среднего предпринимательства вправе обратиться к нам с письменным заявлением, с жалобой на кредитную организацию, то есть в отказе предоставления от срочки, а также в отказе предоставления рефинансирования займа. Нами будет проводиться документальная проверка в отношении данной кредитной организации и будут соответствующие результаты. С начала текущего года в представительство Нацбанка от предпринимателей Алматинской области поступило более 300 обращений о необоснованном отказе в финансовой поддержке банками второго уровня. К слову, с начала текущего года по всей стране получили от срочки по займам около 2 миллионов заемщиков и одобрены почти полторы тысяч заявок. Айнур Мейрханова, Нуржан Муканов, Надир Хамзин, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган. К другим темам. 27 тысяч туристов отдохнуло на побережье озера Балхаш в прошлом году. В нынешнем сезоне власти Сарканского района прогнозируют рост до 40 тысяч. Как намерены базы отдыха размещать туристов и во сколько обойдется тур выходного дня, интересовалась Евгения Присяжная. В нынешнем сезоне к зонам отдыха особые требования. Для всех прописаны новые санитарно-гигиенические требования и правила для работы. Они обязывают владельцев гостиниц и туристических баз иметь в наличии неснижаемый запас антисептических средств, бесконтактные термометры, санитайзеры с кожным антисептиком у входа. Заполняемость объекта не должна превышать проектную мощность. В случае несоблюдения правил оказания услуг туристические объекты не допускаются к работе. За этим следят районные мониторинговые группы Алматинской области, в которые входят санитарные врачи, представители Акиматов, РОВД и ЧС, а также юристы. Мобильная группа создана 1 июня текущего года. И группа мониторит не только зоны отдыха, а вообще все социальные объекты. Допустим, магазины, торговые объекты, это торговые дома, рынки, места обслуживания. В районе две мобильные группы и в каждом округе свои. У нас 13 округов и 13 мониторингов групп на местах. В прошлом году на развитие инфраструктуры Балхарской зоны было выделено 115 миллионов тенге. В стоимость вошли электрические водопроводные сети, а также 16 километров дороги вдоль побережья. К слову, в прошлом сезоне на берегу озера отдохнуло более 27 тысяч туристов. Это принесло району доход порядка 82 миллионов тенге. В нынешнем году из-за пандемии к приему туристов готовы 8 баз отдыха из 17. Ежегодно у нас отдыхают 5-6 тысяч человек. В этом году не знаем, как сложится ситуация, но ожидаем такой же наплыв. Цены повышать не будем. Они будут даже ниже прошлогодних. Наш персонал старается соблюдать все необходимые санитарные нормы. Раньше мы проводили влажную уборку помещений один раз в день. Теперь из-за сложной ситуации мы проводим ее четыре раза в день. Используем хворсодержащие средства. Балхаш – гордость края ЖТСУ. Именно он является излюбленным местом отдыха для казахстанских и зарубежных туристов. Но побережье озера в районе диких пляжей терпит настоящее бедствие. В первую очередь из-за того, что отдыхающие превращают красивые и уютные места в стихийные свалки. На сегодняшний день основная проблема Балхаша – это мусор. Озеро превращается в стихийную свалку. Власти Лепсинского сельского округа и Акима-Царканского района постоянно проводят разъяснительные работы с людьми. Развешиваем афиши и призываем не бросать мусор. Но это не действует. Нам приходится самим вывозить отходы со стихийных свалок. Мы даже выкопали яму для складирования мусора. Но и это не спасает. В прошлом году были оштрафованы три владельца зоны отдыха на 80 МРП каждый. На каждом туристе лежит персональная ответственность за чистоту озера Балхаш. И только нам, семереченцам, решать – быть лазурным побережью края райским уголком или мусорным адом. Евгения Присяжина, Ерлана Замбай, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Более пяти часов длилась операция по спасению подростков, заблудившихся в горах в Туркестанской области, передают закон КИЗЭД. Процесс поднятия по крутому каменистому склону горы одного из парней показали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения его подняли на высоту 50 метров. Спустя некоторое время вытащили и второго. В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства всего 33 человек и 11 единиц техники. Напомним, 15 июня в пяти километрах от села Бургулюк, то либийского района зоны отдыха Бургулюк, группа из 25 человек вышли отдохнуть горам. Во время спуска с горы трое учеников заблудились. 248 игровых терминалов уничтожили в Алматы. Они были изъяты в ходе проведенных оперативно-расследовательных мероприятий. Операция была проведена сотрудниками Департамента экономических расследований совместно с судебными исполнителями. В соответствии с законом об игровом бизнесе, казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игровых зонах. Уголовная ответственность за организацию незаконного игрового бизнеса и за предоставление помещений для игровых автоматов предусмотрено уголовной статьей. Медицинские перчатки на 68 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана. 15 июня казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска Жан-Нажол Североказахстанской области предотвращен незаконный вывоз крупной партии медицинских перчаток, сообщили в КНБ Республики Казахстан. Вся продукция изъята и находится на специальных складах. Территориальные подразделения пограничной службы работают в усиленном режиме. Они ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска по недопущению незаконного вывоза с территории Казахстана данной категории товаров. Продолжаем выпуск. Более 170 фактов мошенничества зарегистрировано с начала года сотрудниками полиции города Талткурган. Большая часть из них раскрыта, а в органы правосудия направлены десятки уголовных дел. На днях стражи порядка задержали очередную любительницу пожить за чужой счет, рассказывает Антон Хатиновский. 23-летняя Ирина в изоляторе временного содержания находится не впервые. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности, однако должных выводов не сделала и снова продолжила обманывать граждан. Мошенничество из-за объявления ОИКС. Было объявление и звонили. Они приходили, смотрели и брали. Преступная схема девушки оказалась очень проста и доходна. Живя в арендованных квартирах, она выискивала объявления о съеме жилья и, представившись хозяйкой, предлагала гражданам снять ее квартиру. Взяв деньги, Ирина исчезала из поля зрения. В данное время за задержанной гражданкой чистотся три факта мошенничества. Всего на территории города Алдыкурган зарегистрировано более 170 фактов различных видов мошенничества. Наиболее часто злоумышленники используют интернет-приложения ОЛИКС. Колеса КИЗ представляют сотрудниками банков, акиматов и кредитных организаций, а также совершают мобильные звонки или смс-сообщения о задержании родственников сотрудниками силовых структур с просьбой выплаты денег. Уважаемые граждане, просим вас быть внимательны, проверять всю информацию, а если стали жертвами мошенников, незамедлительно сообщать в полицию. Стражи порядка просят граждан, пострадавших от действий мошенницы, обратиться в дежурную часть полиции по телефону. 8-72-82-60-80-66 или 102. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ, Алдыкурган. Стражи порядка Коксулского района усилили профилактику краж скота. Согласно полицейской статистике, большая часть преступлений, совершенных в сельской местности, приходится на факты барымты. Как правило, скотокрады стараются побыстрее избавиться от похищенных и неживотных. С этой целью они реализуют краденое на скотных рынках. Один из них находится в поселке Балпахпи Коксулского района, где каждый выходной идет бойкая торговля. Для выявления подобных фактов и оперативного задержания преступников, стражи порядка на постоянной основе проводят проверку всей реализуемой живности, требуя от торговца документального подтверждения собственности. Такая работа уже помогла обнаружить украденный скот. Согласно закону Республика Сан-Ветеринарии, на перевозимый скот хозяева скота должны с собой иметь справку с местного кемата, с ветеринарной службы формы 1 на живой скот, форму 2 на мясопродукты. В случае отсутствия указанных документов, будет приниматься мера административного характера. Уважаемые жители района, пользуемся случаем. Также хотелось бы убедительно попросить животноводов и фермеров о бережном и внимательном присмотре за своим скотом. Время развития и новых возможностей. В Алматинской области активно реализуется инициатива Нурсултана Назарбаева и Элю МТ. Программа состоит из нескольких частей, среди которых есть Эльбаса Медаля и Мангбала. В первом проекте уже зарегистрировано 750 человек от 14 до 29 лет. До конца года намерены довести количество участников до тысячи. Отбор выявил самых талантливых, которые будут развиваться по семи направлениям. Достижениям в спорте и в труде, в литературном чтении, волонтерской работе, развитии национального наследия и местного туризма. Следующий проект – Национальная олимпиада Мангбала. Она создана специально для детей из сельских школ и выявляет тысячу лучших учащихся 5-х и 6-х классов. Для участников Элю МТ создаются возможности получения новых знаний, самосовершенствования, а также шанс на выигрыш различных образовательных грантов. Если вы хотите принять участие в этом проекте, вам просто нужно пройти регистрацию на mi.fpp.kz. Здесь вы выбираете себе уровень бронзовый, серебряный или золотой. Они определяются по возрастным категориям. Или можете получить подробную информацию на колл-центре 7170. Это уже бесплатно. А там дальше уже, после того, как вы выберете себе уровень, за вами закрепляется наставник, с которым вы уже индивидуально разработаете график дальнейших работ. Аэропорты Пекина в среду отменили около тысячи внутренних рейсов из-за вспышки коронавируса. Это около 60% запланированных полетов. Накануне вечером руководство китайской столицы повысило уровень эпидемиологической опасности с третьего до второго. Занятия в начальных и средних школах Пекина остановлены. Запрещено проведение массовых мероприятий. Закрыты спортзалы и бассейны. Новый очаг коронавируса обнаружили на прошлой неделе на одном из крупнейших оптовых рынков китайской столицы. Там подтверждено более 130 случаев. Власти уже протестировали около 200 тысяч работников и покупателей. Сейчас оптовая база закрыта и наглухо оцеплена полицией. Жителям кварталов, расположенных рядом с рынком, запрещено их покидать. Остальным пекинцам рекомендуется не выезжать из города без острой необходимости. Французские власти и силы правопорядка готовы дать чрезвычайно жесткий ответ зачинщикам беспорядка в Дижоне. Об этом заявил во вторник госсекретарь при Министерстве внутренних дел Лоран Нунес. Он посетил северо-восточный район Дижона, куда после нападения в пятницу на чеченского подростка три ночи подряд приезжали с намерением разобраться с местными наркодилерами представителей чеченской диаспоры. Госсекретарь подтвердил, что вечером дежурство в Дижоне будет нести 150 жандармов и полицейских, как и накануне, когда с наступлением тенаты на улицы вышла местная молодежь, вооруженная битами и кусками арматуры. Монастырь Шаолин готовится к открытию. Монахи уже проявили дезинфекцию объекта. В их исполнении даже уборка выглядит впечатляюще. Легендарный монастырь Шаолин на китайской горе Суньшань – место, с которым связано множество легенд и значимых исторических событий. Основанный еще в 495 году монахом-медусом, объект стал важной частью китайской культуры, восхищающей и пугающей одновременно. Познакомиться с культовым боевым искусством и понаблюдать за жизнью монахов – сюда приезжают туристы со всего мира. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин